МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все. От получения земель до получения разрешения на вот в эксплуатацию. Это бережливые технологии. Это попытка найти те потери, которые у нас есть в нашей работе. Это разбор всех процессов по кирпичикам и попытка убрать лишнее. Не без потери качества, конечно. В этот процесс включены, по сути, все структуры региона. Туда включены все региональные органы исполнительной власти. Сюда включены все ресурсоснабжающие организации. В региональном Минэкономразвитии сообщили, что готовы внедрять дополнительные инструменты для создания комфортных условий для бизнеса и привлечения инвестиций в регион. В частности, сейчас специалисты ведомства изучают лучшие практики Нижегородской и Тюменской областей. В этой работе также помогают Минэкономразвития страны и Российская академия народного хозяйства и госслужбы. В эти дни они организовали очередной модуль обучения, управленческое мастерство, развитие региональных команд. Основной темой стало внедрение регионального инвестиционного стандарта. У нас одна из лучших практик – это агентство развития, которое у нас выполняет роль корпорации развития Республики Башкортостан. Она у нас выделена в лучшую практику. Инвестиционная карта Республики Башкортостан также является одной из лучших в Российской Федерации. Поэтому добиваемся мы этого благодаря тому, что постоянно развиваем каждый элемент и делаем его более совершенствованием для пользования инвесторов. Обучающий модуль «Управленческое мастерство развития региональных команд» будет проходить в Уфе до 27 июня. В нем принимают участие представители 20 регионов Приволжского и Уральского федерального округов. Они обменяются лучшими практиками и получат новые знания. И в продолжении темы. Новым компаниям Агидели, работающим по упрощенке, предоставят льготы по налогам. В Минэкономразвитии Башкортостана рассчитывают, что это позволит привлечь новых инвесторов и увеличить налоговые поступления в бюджеты на 4 миллиона рублей в год. Агидель – город на северо-западе республики. Население чуть более 14 тысяч человек. Он строился в конце 80-х годов вместе с предполагаемой Башкирской атомной электростанцией. Но после аварии на Чернобыльской АЭС все новые проекты подобного типа в стране свернули, в том числе станцию в Агидели. Чтобы удержать население в пределах города, улучшить инвестиционную привлекательность и усилить потенциал развития, власти региона предложили ввести в городе налоговые послабления для бизнеса. Они предполагают ставку по ОСН в 1% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и 5% ставку, когда объект налогообложения – доходы минус расходы. Сейчас они составляют 6,15% соответственно. Инициаторы ожидают таким образом реализовывать в городе не менее 7-8 новых инвестпроектов ежегодно. За пример взяли механизмы льготка территории опережающего развития. Что касается синхронизации с Министерством финансов, каждый документ еще на этапе планирования дорожной карты была согласована и в тесном взаимодействии отрабатывалась. Каждый год помимо налогового органа также отрабатывается и с Министерством финансов, и с ФНС, что соответственно также показывает его комплексное взаимодействие. Что касается обоснования, то есть мы взяли по расчету по ОСН, получается, ТОР, где действуют аналогичные меры поддержки. И расчеты сделаны на основе тех поступлений, которые поступают от резидентов ТОРов. Льготы будут распространяться не на все компании, а только работающие в отдельных отраслях, таких как сельское хозяйство, рыболовство, обрабатывающее производство, строительство, оптовая торговля, гостиницы, общественное питание и другие. В Стрелитамакском районе в активную фазу вошло строительство молочно-товарной фермы почти на 8 тысяч голов. С реализацией крупного инвестпроекта ознакомился премьер-министр Андрей Назаров. Напомню, ранее проект у деревни Кононовский включили в перечень приоритетных. Его общая стоимость оценивается почти в 6,5 миллиардов рублей. Строительство предполагается завершить в конце следующего года. Будет создано 128 рабочих мест. На ферме будут содержать 4 тысячи особей фуражного и 3,5 тысячи дойного стада. Приступают к строительству коровников, проведут газ. Предполагается закупка специального оборудования отечественного производства. Мы применили 90-местную карусель. Компания «Гея» тоже пришла. Пришли танки-охладители. Будет охлаждение в потоках. То есть сразу от животных молоко охлаждается и поступает в танки. Еще один проект сельхозпредприятия предполагает развитие сферы растеневодства и животноводства. Объем вложения оценивается в 800 миллионов рублей. Компания может рассчитывать на господдержку в размере 268 миллионов. Андрей Назаров высоко оценил темпы реализации проекта и выразил надежду на увеличение надоев. Бывший генеральный директор Центра науки региона Руслан Казыханов стал фигурантом нового уголовного дела. На этот раз ему вменяют подделку документов. Казыханов уже проходит подозреваемым. В мошенничестве в особо крупном размере дело возбудили в 2023 году. Сейчас он находится под стражей. В последний раз советский райсуд продлил ему арест до 6 августа. 5 июня Верховный суд Башкортостана оставил решение суда первой инстанции в силе. По версии следствия, в 2022 году управляющая компания научно-образовательного центра получила из бюджета страны 119 миллионов рублей по нацпроекту «Наука». Казыханов на посту главы Центра науки заключил с НОЦ контракт на разработку концепции трансформации образовательного ландшафта республики на 18 миллионов. Следствие считает, что эти работы не провели, а деньги вывели. Подозреваемым по этому делу также проходит заместитель директора НОЦ, который принял и оплатил невыполненные работы. Казыханова уволили с должности директора Центра в январе этого года. Он также лишился статуса советника главы региона, в рамках которого курировал создание в Уфе Евразийского научно-образовательного центра. Дворец борьбы в Уфе откроют 31 августа, в день празднования 450-летия Уфы. Мрамор для него везли из античного города Эфес. Точную дату ввода в эксплуатацию масштабного объекта назвал глава региона Ради Хабиров во время рабочей поездки по столице республики. Спортивный комплекс возводят в Октябрьском районе между улицами Мусы Гореева, архитектора Рихмукова, Рудольфа Нуреева и Комсомольской. Общая площадь 28 тысяч квадратных метров. На них разместят школу спортивной борьбы, универсальный зал с трибунами на 3400 зрителей, гостиницу, конференц-зал, медиковосстановительный центр, а также спа-комплекс и бассейн. На базе Дворца борьбы будут проходить соревнования международного и российского уровня по силовым единоборствам и другим видам спорта. Руководитель подрядной организации рассказал, что на объекте трудятся рабочие в круглосуточном режиме в две смены. Строительство на завершающем этапе. Также идет благоустройство и озеленение прилегающей территории, где появится общественное пространство для прогулок, уличные волейбольные и баскетбольные площадки, а также футбольное поле. Он стоит в плане объектов к открытию в день, прямо 450-летия, 30 первых. Здесь будет большой спортивный праздник. Вообще, в целом, идея какая была Дворца борьбы, мы не готовили здесь какую-то элитарную историю, чтобы здесь каждый квадратный метр ребенок был. Мальчик, девочка, мама, папа. Здесь большая спортивная арена открыта, здесь с колясками гулять, все будет причесовано, проведено. Это будет культурный досуговый центр. Строители завершили облицовку мрамором 57 колонн. Высота каждой из них 16,5 метров. На двух выгравировали цитаты о спорте Владимира Путина и главы республики Радия Хабирова. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РПК.